привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга герочка во втором ведьмаке и включила запись потому что я решила тут побегать как говорится прежде чем идти в лоб муин посмотрела предыдущую свою запись и обнаружила что были какие-то пути дорожки по пути сюда в лоб муин куда мы не заходили и наверное не зря потому что вот гера сюда щас пошел я ну короче где-то это в горах при подходе к лоб муин и он говорит медальон дрожит говорит опушайся гера 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 в чем дело два глава глаза блин вот этому встряли а где мы он нас поглотил ну давай возьмем мы правда опять час перевесимся до панцирь глава глаза олень мы перегружены ну панцирь то глава глаза как же сможешь выбросить что сейчас будем думать что каждая серия начинается с того что выбросить гера гера фу господи трофей кошка блин знаете что с крепкие штаны это вот те которые нам подарили что ли ну и что они 7 уринов противление кровотечению ну да ну да но это все выбросы 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 вот ой как то так это неожиданно ну дрожит и дрожит себе медальонку о смотри-ка тут глава глаз как пошуровал а тут у нас чего урина возьмем хотя у нас 10 тысяч куда мы потратим 10 тысяч урина и дает вен мечтали какой-то час мы опять перевесимся да конечно что здесь кусок дерева и сукно ну да а вот я видела там мы когда наверху проходили по моему я в эту дырку пыталась или не пыталась так подожди что мы взяли какой меч серебряный меч дает вен о такой тоже вообще офигенный меч вот это да так ладно хорошо сколько у нас 6 перевес чем мы можем выбросить не но это мы выбрасывать не можем тем более это не весит это конечно весит панцирь кейра на блин надо было продать а вот теперь думаю что выбросить ну тут все такие я ж не буду родить выбрасывать я был янцель то меч это мы у него забрали это но принцесса ксенсии получше будет так сейчас надо успокоиться клепаная кожа зубы выбросим зубы отбросим зубы положим их на полку эмбрион часть панциря драуга прах горгули это все легкая серебряная руда слушай а знаешь что где-то у нас такой руды когти на керакстане и такой руды у нас было очень много по моему и может быть какую-то часть выбросить панцирь глава глаза блин но он и стоит хотя стоит сказал гера с десятью тысячами в кармане жалко выбрасывать глаза глава глаза а может это что-то ценное и даже не в том что денег жалко а в том что мы потом этого просто не найдем в железная руда давай вот ее выбросим нам надо пять килограмм вот мы сейчас вряд ли я буду что-то делать давай вот так вот 6 выбросим да прогулялись чё это травка ладно по моему травки у нас так хорошо и вот теперь я смотрю по карте а вот так вот сюда можно пройти куда это я пещера какая-то ну вот так вот идешь идешь и нифига себе а там смотри что там опять какие-то о а это кто кори на опять железная руда так прыгнуть прыгнуть пирог что у нас тут мы зашли я очень надеюсь берутся что мы с тобой опять не сломаем какой-нибудь квест он он это ж можно было все это пройти так кожаная шаровара нет не львгарца между прочим тут почему интересно чё нам никто ничего не сказал живемся я не знаю куда мою сдадим сиротский дом эти деньги геральт о о чему-то сохран очка прошла так вон тот мост а мы как-то обошли это все дело или какой мост где мост ужасно интересно ладно так вот тоже очень похоже что тут у нас будет какая-нибудь я не то какой-нибудь босс нет на всякий случай я пока меч не убираю меч просто чудесный меч просто отлично смотри хрясь 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 и все и всех раскидали обалдеть так не 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 никаких гарпи мы тут не берем куда мы так придем забавно так ладно туда мы можем подняться что это где-то ой что это зимнее солнцестояние поклониться смертью святилище я думала то . силы тут какая-то обряды обряды минздрава так сейчас я почитаю внимательнее что это за обряды минздрава понятно что другого я просто не вижу там мелко обряды медин ваерна и после медин ваерна серич зимнего солнцестояния дни становятся все длиннее эльфы верят что миндин миндин ваерна означает начало нового цикла светило постепенно набирается сил а все сущее как бы заново родиться в этот день воздвигают святилище зимы радуется возвращению света и жизни и равным образом слава славец зиму зиму ибо смерть возрождения есть две стороны одной монеты рядом со святилищем зимы особенно сильно магия смерти и стужи таких местах зловредная ведьма насылают на деревню заморозки и портят урожай богомерзкие ведьмаки склоняются перед светилищами чтобы почтить зиму и укрепить возьмачьи знаки как мы сейчас что-то укрепили и мы сделали так ладно окей слушай а вот это же явно арганного да нет прям очень похоже что здесь можно пройти как-то хорошо а здесь куда мы можем подняться ну-ка ира ты знаешь что мы залезли с тобой похоже в лук муина но только с какой-то задницы или это не лук муина где мы ну да слушай подожди ты спрыгнул геральт а теперь ты здесь не поднимешься а не поднимется полин чертова нормальные герои возьми переступим ничего не весит нам надо отправиться заверноном роше а вы кто такие офигеть где ай ай гаргуля а кто а 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 куда я влез а как мы сюда влезли зачем мы сюда влезли черт я о очень надеюсь что мне не надо будет сейчас все переигрывать и там было че там было каменный медальон не знаю а вы чего там торчите у меня не видите а леву ли они испугались смотря тут еще какой-то ладно подождите давай мы все-таки выйдем кроша и не будем сюда лезть я думаю что сюда мы еще залезем до куда-то залезть можно а а а а а а а а надо было идти за роше а теперь я заблудилась не то что прям заблудилась заблудилась но вербина гуля 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 скажите ко мне карту где я как то мне так надо пройти а это что-то то есть как я сюда пробралась каким образом а ну вот мост же да вот отсюда мы пришли я правильно понимаю что вот сюда мы должны были войти да ну да фу 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 но слава богу а то я это уже слушает а дай-ка мы еще тут побегом и посмотрим мне будет славен я я на турлище а сюда нельзя было пройти да здесь было закрыто заперто поторговать бы кому-нибудь бы что-нибудь бы продать никому до побеждаем с ним не ну вот я щас на миникарту просто бегаю смотрю нет я не вижу значка торговцы ладно пух ну вот так что мы сейчас вернемся туда где мы с вами расстались конце предыдущей серии теперь все пойдет как надо только надо гера наверно мечта все-таки спрятаться ночь у нас на дворе три двери это этот какую дверь пойдем а вы это что в это же явно не надо ну явно не надо написано же будь человеком иди в нормальную дверь иди куда тебя ждет хорошая он же сказал встретимся в центре на площади вот пожалуйста эти мерзкий квартал все-таки что там было за такая за подвальчик там был ну ладно мы туда еще думаю вернемся и так сундуки подозрительная труба и арина мы возьмем да зачем мне все зачем листу понятно что деньги никогда не бывают лишь знаменитость да приветствую привет это выдает всего спиды поставлять это понище ну что нет наверное надо оббегать все закоулки ну а почему бы мне не оббегать закоулки где написано что я не должна бегать закоулки потом начнется пропустил это пропустил то вот не берешь ли сукна короче мне нужен торговец прежде всего может быть сначала торговец а потом будем убегать закоулку город вранов да похоже на то что более что это кто это почему же вас тут так много вы достали со своими горгулем и вы знаете что давай как я теперь шайс от них буду лутаться твоим видали чего у вас творится видали стоят такие вообще вуз не дует ну с вами на вас пошел туда и пошел есть магия или опасность я ну зачем подожди давай не будем давай не будем но же сюда не посылали вот там кто у нас подожди спрячь все написано за верноном и пойдем за верноном приветствую добро пожаловать столько коронованных голов в одном месте для тебя работенка найдется зажги туши на сры и смой песец силен ингредиент такой который отдает мочу чтоб известь погасить нужно вода жажду пиво утолит всегда да ты мудрец как я погляжу ну-ка что еще с какие еще откровения мы услышим силен ингредиент такой ты повторяешься уже все понятно который отдает мочу у нас тут заметка для писаря я дрыхну как баклан так давай-ка почитаем записку для писаря рецепт проверки подлинности корреспонденции листки были пропитаны субстанция которая окрасит их голубой цвет если смочить текст активатором состав зелья активатора находится в секрете на случай если забудешь оставляю тебе зашифрованный рецепт зажги гаси на сры и смой и в этом вся наука чтобы буквы видеть милый мой сумей говно смешать мочой идти работать я не могу шифр конечно просто невидимые чернила а ну-ка давай-ка мы все возьмем про этого писаря узнаем и куда-то конечно черновик писаря вычеркнутые обрывки фраз на алхиме алхимически активной бумаги ваша милость примите послание ваша милость явите внимание ваша милость войдите в положение ваша милость окажите вспоможение ваша вычеркнутые так невидимые чернила ну-ка невидимые чернила обычно используют те кто хочет скрыть истинное содержание переписки от посторонних глаз сообщение написано таким образом будет видно когда листок обработают особо субстанции проявителем невидимые чернила также нередко называют симпатическими некоторые вместо того чтобы писать сообщение невидимыми чернилами лишь пропитывают ими сам листок благодаря этому адресат сможет подтвердить подлинность письма смочив послание нужной субстанции проявив краситель который обычно бывает голубым так еще один черновик ваша милость ваша милость ваша милость это может считали они все одинаковые так интересно вот на ингредиент такой который отдает мочу знаете что у вас тут странный писарь есть знают но молчат так ну что у нас еще тут есть дай-ка здесь опять горгули да а ты кто а где откуда я тебя знаю а ты кто я наталья сможет ваша тебе и доверяет но для меня ты все еще под подозрением чего ты хочешь на совете не видно некоторых важных людей да похоже тут представлены не все земли севера все самые важные маги думали созвать всех правителей без исключения но время поджимает а как же айдирн это тоже великое королевство раздираемая конфликтами и мятежом неизвестно кто там правит поэтому никто не относится к ним всерьез так считает кэдвин бьюсь об заклад что сами айдирнцы думают иначе гера а чё ты вдруг в политику ударился ну ладно а что регенский совет с тобой прибыл весь регенский совет только барон кимбольд и граф моровель остальные пятеро в изиме и все они кроме барона орвала думают как бы лишить она из прав на престол а кимбольд и моровель что думают они они как всегда расходятся во мнении барон говорит что она из в силу происхождения не может занимать тимерский трон его можно понять он надеется сесть туда сам моровель еще в изиме при остальных регентах говорил что полностью поддержит детей фольтеста одно ясно слова ничего не значит если она из найдется оба могут изменить мнение чародеи попытаются выторговать как можно больше а короли не любят когда им диктуют условия все может закончиться скандалом скандала не будет маги отдались на милость королей севера кроме того амфитеатр закрыт антимагическим щитом примерно таким как на танаде мы больше не позволим магам действовать безнаказанно пора поставить их на место так ладно вот вышли на наталиса ну ладно значит по крайней мере будем знать где он сидит наталья значит у нас здесь ладно пошли краше уже сюда то есть не срифмовала не срифмовала слушай ну как то странно ты сюда заходишь и влезаешь сразу ой тут у нас барон барон раванин кимбольд я полагаю разве в кодексе ведьмаков есть закон который отменяет положение придворного этикета закон который позволяет тебе первым обращаться к дворянину жопы вижу мне представляться не понадобится о да я и так знаю кто ты такой геральт из ривии второй после верно на раше любимый гончий пес короля фольтеста беспородный не боишься 2 говорят где ты появляешься происходит несчастье ладно ладно наслышаны мы о тебе что ты тут делаешь я не ожидал что возрождение капитула соберет столько благородных темерцев нас не интересуют дела чародеев мы здесь чтобы ознаменовать приход нового порядка в королевствах севера вот как такие как ты этого еще не понимают но вскоре ваша жизнь изменится навсегда такие как я бродяги и шарлатаны люди без родины чести и верности для которых деньги заменили закон который готовы продать все на свете кто бы говорил собственно говоря так что станет стимирий я кажется слышу тоску в твоем голосе вспоминаешь как служил у фольтеста или как трахал королевскую советницу чтобы там ни было избавь меня от вопросов вежливости судьба моего государства тебя не волнует я знаю что меня волнует барон потому и спрашиваю имей ввиду я говорю с тобой исключительно испочтение к памяти короля фольтеста теперь я связан с фольтестом только гончими листами с наградой за мою голову и это привело бы тебя на эшафот если бы не показания маленькой анаис значит девочка все-таки заговорила впрочем кем бы ни был тот монах ты от него не сильно отличаешься ну как же я не убивал фольтеста это серьезное отличие разве и чем вы различны может у тебя есть честь принципы я ведьмак и не убиваю людей за деньги может это только вопрос цены а скажи мне геральт зачем ты был при фольтесте в тот день зачем из-за трис ну из-за трис отчасти за тимерию меня не должно было там быть за тимерию давайте сделаем геру патриот я делал то что надо было делать ты же не задаешь подобных вопросов простым солдатам не задаю но ты не солдат и даже не тимерец ты же наемный разбойник даже если сам этого не признаешь у тебя есть какие-то принципы но за определенную плату ты их тут же забываешь я не продаюсь я не от деньгах ведьмак ты же выродок а потому хочешь всего того в чем тебе обычно отказывают дружбы уважение любви ради этих вещей ты всегда готов идти на стены и убивать невинных людей вот твоя цена так уж они прямо и невинные у меня там не должно было быть на войне невинных ну как нет невинных есть но раз нам второй раз говорят что мы не должны были там быть давай так скажем пожалуй мне не стоило оставаться с фольтестом королевская свита не место для ведьмака после битвы мы собирались уехать я и трис фольтест отпустил нас надо было уезжать до битвы так что с темерией как я понимаю ты заседаешь в регенском совете барон пока еще то есть скоро регенский совет не понадобится тимерия это земля которой нужно править в короне или не править вовсе многие хотели бы примерить эту корону мало у кого есть на это право я кузен фольтеста а потому трон должен принадлежать мне или дочери короля она и слова лет черные придут времена когда над нами встанут бастарды дворянство решила разделить власть тоже сам сказал барон или править в короне или не править вовсе тимерию разделят на части позорный конец монархии позорный конец государству да нет гера не смотри на меня так не смотрели на меня политика это не наш не наши даже если мы попытаемся быть патриотом и кричать за цемель его 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 игорь а ладно окей граф марвель геральт из ривии рад видеть тебя в добром здравии и без скандалов ты серьезный граф такая несправедливость заточить тебя в темницу и не выслушать ни слова в твою защиту а потом все эти побои пытки настоящие варварства скажу я все строится на одних лишь только предрассудках а потом пойди докажи что ты невиновен на их месте я бы тоже к несчастью такова моя отчизна исполненная страхом и оттого не знающие сострадания холодная как скала мрачная и суровая в сердцах и помыслах в чем-то ты пожалуй прав ответ твой показывает как осторожность так и рассудительность свойства эти и сами по себе достойны похвалы а в твоей профессии и вовсе необходимы может и так и все-таки ведьмак скажи что тебя сюда привело ты гонишься по пятам за убийцей фольтеста ты уже готов оттяпать ему башку ты же думаю так расправляешься с врагами ты ждешь моей помощи у меня просто есть несколько вопросов так спрашивай спрашивай ты производишь впечатление искусного хотя и не самого дружелюбного собеседника да уж будешь что-то дружелюбным ты выглядишь не совсем по теме здесь здорово выделяешься граф это должно быть комплимент я не хочу тыкать пальцем но ты что сам не видишь ты совсем не похож на твоих соотечественников и слава богам из моей любви к отчизне я первым замечаю ее недостатки коих немало и что ты заметил ложь суеверность невежество мне продолжать я весь внимание да будь любезен возьмем к примеру вас ведьмаков боги свидетели что чудовище это настоящая напасть чума рода людского твари рожденные до сопряжения и после сопряжения созданные магами и вынырнувшие из смердящих топей не было чудовищ до сопряжения ты зря цепляешься так вот от этой болезни у нас есть одно единственное лекарство а мы этого лекарства боимся люди вас сторонятся просто плюют на вас не пускают под крышу даже в жестокий ливень разве это благоразумно так уж повелось сказал истинный представитель вымирающего вида что-то песни поешь ладно что привело тебя в лук муини забота о моем родном крае ведьмак а также поспешная и весьма неожиданная просьба конетабле наталиса неожиданное почему вдруг ты верно шутишь и ведьмак суть в том что мало кто кроме меня собрал бы за такой короткий срок верную армию разве что барон кимбольд и хотя я был доверенным лицом короля фольтеста другие эти мерзкие вельможи мне не особенно доверяют почему-то так думаешь они презирают меня за то что я не разделяю их верований и обычаев ну я спрашиваю себя почему все эти разговоры арт долина понтара и понтаро граф глава глаза слушай ну ты тут вообще блин вот это да что в сундуке ведьмак тот же колдун верно нет что правда то правда нет и вообще нифига не петришь так ну что ж мы тут так вот все прошли и вроде сейчас и должны выйти куда нам надо нужно было еще походить наверное да вроде как-то никуда вроде можно вокруг походить я не знаю здравствуйте солдаты знаю что такое смирно болван это не чешут откуда избирки господин офицер у тебя из сапог солома торчит так точно господин офицер мы находимся здесь по приказу его императорского величества рады стараться вы не старайтесь вы выполняете а если нет я сам с вас шкуру спущу так точно если справитесь император вас не забудет не пожалеете все ясно слава юти хавау оператор строй вперед шагом марш у них тут учения что ли прямо здесь демонстрация ой кого я сука вижу а ты кто ведьма геральт собиратель квадратных монет а мы с тобой дрались что надо на этот раз зыве к нам не помешает так что выходи на бой как там был ты этот бой да я и забыла что буковки над нажимать я достану тебя шавка не стоит хватит тебе уже и старые счеты к чему все это я хотел направиться а чем мы перегружены он нам что-то дал и лечит забрал ты торговец могучий нума потерял что ты торговец стой я сам угадаю перед тобой могучий нума и я его ученик так не интересно что уши у него нисят могучий нума ломает шеи быкам гнет подковы и побеждает любого нума секрет его силы в грибах и травах выросших в эландере и собранных юными девами за час до рассвета ты можешь купить их по самой выгодной цене да ну-ка покажи мне эти грибы а я тебе между прочим сейчас тоже все продам дай-ка я тебя сейчас все продам вершите судьб уруга и аэр морхин короля хенсельт парламентер судьба слушайте знаете чего я продам наверно панцирь ирана легендарная вещь конечно все такое но у нас лучше если что короче я его сделаю вот так а теперь что у тебя какие у тебя там есть травы рецепт барсук водоворот наносим урон волк особо атаки зелья стамель чеково лес моребора филин масло инсектоидов призраков тропоедов а где какой-нибудь твой рецепт который силу знаков что за виагра вирга ладно возможно что мы еще узнаем какой нам нужен рецептик какие такие грибы он там принимает этот битвы на руках значит это собачка тут сидит там что-то не то что там не то собачка собачка ушла собачка странная ты кто твоим услугам как-то не особо так моим услугам насколько я понимаю где расшета я увидел он где-то где-то он был пилиция о сменить прическу хотел бы кое-что купить кости слушай давай я тебе что-нибудь продам мы продали понятно этот будет эту железную раму продать она не для затаяни она уже не нужна у кого бы что-нибудь составить вообще в труповедом и гамма столько она правда не весит ничего ой ладно брукса гарпии глава глаз записки куда пошла филиция знаешь что я собираю сведения дикой охоте ты мне поможешь дикая охота это призраки несущиеся по небу на скелетах коней существование охоты до сих пор не подтверждено однако же никто не может отрицать ее влияние на судьбы мира не подтверждено однако же не может как то так было на лекции на лекции понятно бывай удачи ведьмак интересно надо будет присмотреться к ее прическам и давай уже пойдем к роше ты готов к разговору с родовидом я бы еще побродил полог муини хорошо но не задерживайся наши дела ждать не могут так подожди может быть тогда мне действительно заняться этой истинно говорю вам истинно говорю вам да ты можешь что то делать кости листяшка я как-то немножко это самое обычно заходишь набираешь каких-то квестов а тут вообще ничего нету можешь идти куда угодно и что и и потерять и профукать все квесты да что у нас тут это просто дратва какие то денежки лежат но они не берутся а это мы куда пойдем мы выйдем что ли с города она заперта окей хорошо хорошо по крайней мере одна дверь нам говорит о том что туда идти не надо канита были я наталис интер экс и уан наталис исполняет обязанности регента в это трудно поверить он военный а не политик нет ничего удивительного они были готовы вцепиться друг другу в глотку поэтому без вмешательства постороннего человека они бы не обошлись его кандидатура это своего рода послание они как бы говорят нам хватит обращаться с нами как с жертвами мы вооружены и опасны и нас ведет победитель битвы под бренной так или иначе наталис это проблема я знаю он честный будем считать это вызовом нашему мастерству а так это тут лагерь магичек что ли а ты кто такой тут стоишь адриан кто бы мог подумать ведьма геральт выходит не только коты всегда падают на четыре лапы но и волки надеюсь в этот раз ты не будешь требовать чтобы я сдался я хочу найти настоящего убийцу королей и снова покрыть себя неувидаемой славой что-то вроде того что же я ненавидел фольтоста но сейчас тимерию трясет до самого основания будем надеяться что наталис выдержат иначе барона разорвут страну на клочки как ты уцелел при пожаре когда мы виделись в последний раз ты заперся в подвале наполненном горящим маслом я родился и вырос в этой крепости ведьмак я знаю такие проходы которыми даже мыши не ходят долгое время все думали что ты погиб считай что это был мой брат-близнец почему ты не ввызиме я слышал после смерти фольтеста тимерия кипит как походный котел сейчас каждый может попытать счастье особенно тот у кого в родне королевская кровь ты просто не понимаешь что будет твориться здесь геральт созыв совета и капитула это только предлог здесь собрались самые могущественные владыки севера и не ради каких-то чародеев именно здесь определят новый расклад сил и поделят сферы влияния так что дома остались только глупцы и трусы ну одним влиятельным лицом уже меньшим об этом мы с раши позаботились так интересно интересно адриан для валет тут ну да я помню что вы мне как бы не совсем сюрприз потому что вы мне писали что ли валет не помер и что мы еще встретимся вот и встретились а если бы я сюда не пошла и так среди участников переговоров оказались даже нильфгарцы ваше превосходительство не может не осознавать что наши правители несколько эксцентричны и склонны к вольной жизни чтобы не сказать распущенности мой дорогой советник дела которые творятся на севере должны оставаться делами севера никакая экстравагантность не оправдывает присутствие шиллерда покорнейше прошу ваше превосходительство простить мое замечание но считаю своим долгом указать на то что нам следует быть реалистами император все равно узнает о каждом нашем слове так или иначе учитывая это можно понять почему наши благосклонные хозяева оказывают нам столь щедрый прием ха щедрый прием хорошо сказано кардуин ща 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 гера давай-ка записочку доставай бумажку записывай имена а с ним даже можно поговорить ведьмак интересно интересно да предыдущий совет закончился трагедией ты думаешь в этот раз все будет лучше надеюсь с самого начала мы окружим этот новый институт дружеской заботой и тщательной опекой будете шпионить друг за другом ничего нового это необходимо все пороки прежней организации были вызваны отсутствием надзора как интересно я был совершенно уверен что их вызвали чрезмерные амбиции и жажда власти приятное место со своим характером и историей тебя не смущает что здесь все пропитана кровью танец тоже был старым эльфским городом да мы знаем историю лог муине но мы вернем ему прежнюю красоту хотел бы я на это посмотреть действительно сперва нужно подписать договор новый совет должен с самого начала действовать согласно законам закон о чародеи интересно так а почему не танец почему вы не восстановите резиденцию на острове академия в аритузе уже отстроена но больше восстановить ничего не получится там слишком сильный магический резонанс впрочем у лук муине гораздо больший потенциал здесь множество интерсекций и природных источников силы этот город напоен магией в таком случае я рад что он окажется под опекой опытных и ответственных лиц ты меня успокоил гера гера так что же ваше превосходительство думает о новом назначении я на наталиса это тонкий ход достойный настоящего мастера хотел бы я знать кто за всем этим стоит возможно никто я готов в это поверить наталис всегда был человеком особенным вы хотите сказать честным вот именно да про наталиса много тут говорят про наталиса честным честным тогда зачем мне белисом болиться эм так значит тут маги да а ты кто палас добрый день пришел поглазеть на представление ну так тебе не повезло его отменили мы теперь работаем в сфере обслуживания какого еще обслуживания когда то я был не самым плохим оружейником или мне так казалось а потом мастерскую спалили во время погрома только вот мастерство не пропьешь по мне так проще глотать шпаги чем ковать их только супруга моя только супруга моя сильно нервничает передай ей мои наилучшие пожелания можешь сделать это сам если хочешь моя жена илона бородатая эльфка о и как оно жить с бородатой эльфкой как у всех мы работу на дом не берем подожди подожди ко мне прям даже стало интересно где твоя жена не ну просто посмотри это как это нет но есть бородатые эти самые гномы или как они там краснолюды но эльфка так купить и кости приходи как-нибудь посмотришь как я глотаю шпаги давай я видел тебя на танэде не желаю иметь с тобой никаких дел будь осторожен какой красавец не желаю иметь с тобой никаких дел ясно понятно не желаешь и не надо так дамы вы все так это на шалу похожи добрый день здрасте сейчас я преподам я прошу вас располагайтесь где гера ты знаешь что с удовольствием оно всегда дороже ну давай а ни при каких обстоятельствах я тоже хочу послушать ну начнем сейчас ты кто а о бородатая эльфка привет я илона бородатая эльфка а где борода бородатая ладно тебе мы приехали сюда с цирком но тут и без нас весело чтобы свести концы с концами пришлось задействовать запасной план начать торговлю и что ты продаешь еду хорошую и свежую хочешь что нибудь купить или просто ждешь пока у меня вырастет борода че бреешься покажи мне бороду нет подожди пока я готов заплатить за выступление покажи свою бороду две сотни аренов да блин да блин договорились у меня десять тысяч я даже тебе две сотни две дам сейчас я преподам мой последний урок последний но ведь молчать это будет практическое занятие блин она точно с бородой офигеть хочешь что нибудь купить или просто ждешь пока у меня вырастет борода слушай она у тебя еще длиннее вырастет я готов заплатить за выступление покажи свою эээ бороду две сотни аренов давай давай сколько у нас ну да у нас будет меньше двух тысяч дай фиг с ним они конечно сейчас озолотятся на нас вот передам тут ровно две если получится ай ладно 2 1 у нее будет еще длиннее борода ну нет у тебя такая же борода забавно как они посмели успокойся неужели это сойдет им с рук госпожа датанцировель одна из нас успокойтесь девушки соблюдайте приличия я не сомневаюсь в том что это недоразумение и что скоро все выяснится надо будет с ними тоже переговорить слушай я видел бороду твоей жены ну то не подумаю ничего такого а ему кофе было приходи как нибудь посмотришь как я глотаю шпаги расскажите мне какие выводы можно сделать из случившегося выводы чему мы могли научиться прекратите вести себя как сопливые деревенские дуры смотрите и запоминайте к чему приводит заносчивость и гордыня а ну-ка здравствуй ага геральт из ривии геральт здравствуй а ты че тут зачисался ладно спи мы уже говорили спасибо отдыхайте варвар мастер молчать это будет практическое занятие вы узнаете на что чародейка не должна соглашаться ни при каких обстоятельствах ммм отсутствие одних здесь предсказуемо других удивительно трис мире гольд обещала прибыть хотя и с опозданием сабрина глебисик ну с ней все понятно губы и скалы я знаю что он собирался выступить с речью он не справился с экспериментальным порталом невелика потеря а йеннифер из венгерберга о давно ничего о ней не слышала франциска фендабаир и это ее подруга как ее там и до эмиан у королевы франциски хватает других забот а и до никогда не любила подобные сборища именно те кто не явился будут потом громче всех критиковать принятое решение смотри-ка йеннифер да и про йеннифер здесь тоже никто давно ничего не слышал ммм ладно сейчас я преподам мой последний урок преподам я урок вам первый дом но так не был поднять глаза и запрыгать сынок приказ да блин нет это что-то блин а можно это как-то более предсказуемо делать а не так неожиданно то все а я и 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 а вы уже тут прыгается фу блин надо мне туда под землю или не надо я не знаю мира ты не хочешь вот этих вот они вроде каменные о блин все друзья мои знаете что давайте-ка я здесь остановлюсь с мы только еще сюда зайдем заперт потому что ты как меня все эти приключенец и немножко немножко сильно нервирует но открывая герачу заперта хорошо покажи мне карту а может быть нам надо в подземелье может вообще ничего никуда не надо где мы оббегали где мы сейчас вот здесь ну как-то сюда можно зайти видишь тут вроде как есть какие-то заходы здесь мы еще не были и здесь не были я сильно подозреваю что прежде чем идти королю нам надо наверное на геральт вот эта стенка там за ней что то есть у нас пока как они вас не пускают так вот надо сделать наверное все дополнительные типа вот этих вот костей там и так далее а ты кто тина ты голоден прошу садись к столу и все дружелюбная вас правда старый сыр гнилые яблоки но зато они дружелюбные курец рыба ух уважаемый заведник предпочел не обсуждать он уклонился от ответов или же это было простое совпадение сочувствие которое его высочество выказывает монахом не может не вызывать у меня удивление люди склонные к поспешным выводам предположили бы что король подумывает уйти в монастырь чувство юмора вашего превосходительства как всегда заставляет меня смеяться до слез однако невозможно отрицать что родовид весьма набожный человек и поддерживает самое разное религиозное течение монахи стране значит за холмом стоят лагерем вооруженные жрицы милители да уж родовид и монахи далеки как не знаю армрестлинг и балет пойдем дальше ну адриан наверное с ним больше не стоит разговаривать так и там была закрыта да насколько я помню дай-ка еще посмотрю на карту да мы с герой короче здесь мы все а бегали теперь нам нужно разведать подожди грубо говоря обратно так-то сюда да здесь мы тоже были а здесь можно просто обойти этот завал так ты тут подожди а как не сюда то попасть кузнец вот это вот вот здесь вот там это это понимаю таверна или что-то такое да и как туда попасть идиот их сюда рада вид не может быть возьми себя в руки а севик завед привет его надо ну как чего что ты делаешь на площади это все напоминает ярмарку да ладно почему ты не в коэдвенском лагере реданские свиньи нас провели как всегда заняли лучшие дома а нам достались какие-то трущобы лучше уж тут на площади торчать представление не дать не взять гонцы летают посланцы ходят улыбаются тогда как по глазам видать что глотки друг другу перегрызть готовы а золотишко между тем меняет хозяев солдат полно каждое королевство хочет выглядеть грознее других грязные скоро снова будет работа для нашего брата приятно встретить оптимиста сразу легче на душе маги делают из этих переговоров один большой цирк дармоеды одно слово на все готовы лишь бы снова дорваться до королевской казны детмаль тоже из этих он будет держать их сторону а голос каэдвена дорогого стоит хенсель бы им быстро мозги вправил великий был владыка вой мир катится в болото если им правят одни идиоты и несмышленные сопляки они должны решить что делать после всех этих покушений оно конечно новый мировой порядок все дела смотрю я на этих трусливых дворяшек рыцари магов недоделанных и удивляюсь куда лезут все эти люди вперед вслепую по крутому склону но пока что порывы ветра их скорее дразнят чем пугают я рада ты поэт но бывает если вы собрали капитул ничего бы не случилось если бы у бабушки был меч была бы она рита добрый день подожди а ты кто такая и я здесь понимаю приветствую у тебя тут уютно могу спасибо добро пожаловать вечный огонь вечный огонь что кухня работает днем и ночью это совсем другое пламя вечный огонь есть цвет истины тепло братской любви и дружбы только вечном огне только под этим знаком сжигая ведьм на костре брат тебе станет братом ты зомбированный товарищ понятный мы можем оставить у него кое-что на хранение съел свой амулет от либералов говорили а она сумеет призвать этого мерзавца амулет от либералов друзья мои давайте я здесь остановлюсь да сейчас я ставлю вещи все такое а мы с вами продолжим следующий серия потеряла интерес к таким развлечениям но всем кто посмотрел эту огромнейшее спасибо всего вам хорошего и пока пока пока